Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Меня зовут Лёша Марновский Я, в общем, занимаюсь долголетием сайтом ВОПСРУ И это, конечно, данная штука в жизни Но, в принципе, это нормально Но помимо этого я снимаю там многими всякими другими вещами Рассказывать я люблю совсем про третьи вещи И там будет очень много всего И очень запрошенный, и очень в прогноз И я как раз надеюсь, любите с ним Про настоящее может нравиться то, что я буду рассказывать То есть, знаешь, такой постоянный Хейкин, по-моему Все, я по нему говорю все, что угодно Я говорю, что вы с вас едите Там вот много всего странных шут Ух ты! Немного классного беда Он терпится Дерпит, нормально Вы спрашиваете сразу, если что-то непонятно Потому что, наверное, у меня сейчас в том, что вам непонятно То еще, по-моему, реально непонятно И я буду уехать в какую-нибудь далекую степь, То есть, которую надо просто не вытаскивать Потому что это может случиться Поэтому смело перебивайте И от сложности быть быстрее не переживайте Тут много всего Семьи слайдов и три-четыре довольно здоровые темы Поэтому мы так будем идти Довольно быстро и все время мы довольно быстро говорим Все, это поможет нам не спать Это помогает Но если кому-то это поменять Просто помените смело Потому что это нормально Вдруг у всех разное количество времени Давайте начнем Есть у вас есть какие-нибудь вопросы в начале Давайте или тогда с чистой совестью Или с духом готовиться к открытиям Пойдем дальше Нет, у вас нет вопросов в начале Все нормально, поехали Лекция называется «Дозрачнее облакрада» Настоящее название лекции Я забираю в полтора часа вашего времени Которое не было уже назад Я надеюсь, что постепенно к концу Вы поймете, почему это связано Не с солнечными вычислениями А с чем-то с тем другим А в первую очередь с климатом Ну что-то не видно еще Ну ладно, тут Начинаете больше с этой статой из гумеранса Который очень хорошо Зачем я все это делаю Сейчас тут что-то футашку пробери Тогда мы не заберемись Там раз Так Так Ну вот Гумеранс говорил следующее Страшно обменять эту штуку Скорее Я привыкнул к первой испытаниям А потом расскажет У себя неудачно Вы не превратили мир Но вы тоже не превратили его Не будем ходить, кто лучше Вы все хуже И все становимся еще хуже Когда вам прохладится получше Будем учиться друг у друга И вместе вытаскивать мир из беды Пока этого нет Также диван с ними не будет И я надеюсь, что это название в мемуар Я не верю Я сделал только 2-3 шага в глубину Это совершенно достаточно для нашего спасения Это чуть больше нуля Но это действительно Не воображаемые шаги Они не потеряют смысла Если переменить все слова Собственно, вот от этого ощущения Того, что я ничему не знаю И надо сделать пару шагов В какую-нибудь сторону Я не буду отталкиваться Это и есть главная движущая сила всего Но и моя твердая уверенность В том, что самая должна Задавать вопросы Почему и как И это великая сцена из Симпсонов Ваш говорит ему Why are you wearing all black? А она спрашивает Why the cross? Why the hair? Why anything? Вот эти вопросы Мне кажется абсолютно правильным Why are you these? Ну и последнее И вот длительное задавание Вот этих вопросов Меня примело к тому, что я условно называю Сложными системами Которые как-то проходят мимо нашего взгляда Хотя Мне кажется страшно важны Для вообще любого типа вещей Которыми мы занимаемся То есть Все, о чем я буду говорить Катясь страшно опосредованным дизайном И мы там немножечко коснемся уже Вдали И Привыкаются по хаосу И Ужасная штука, которая называется Реверсивное искажение интернатива Пройти, пожалуйста Сразу за такое Длинное слово Но В целом Здесь вокруг вот этого Это что-то про сложную систему Когда Мы говорим о сложной системе Изначально Представляете какая-то такая Что вы получили в частину Прожили? Простите Сейчас мы вернемся Линейными словами Или вам это мешает? Не мешает Это Прожит, наверное, этот какой? Сам Камбит, помехи? Да нет Проектор сам Нет Нет Ну ладно, все хорошо Сложные системы Что поднималось в сложных системах Допустим В веке 19 Мне кажется, что в наших главах Очень твердое засело Сложные системы Это очень большое количество Шестеренок Гаек И вообще В 19 веке целиком существует На метафоре часового механизма Как системы И всех систем работают Часовым механизмом Все эти Планеты Точно так часы Крутящиеся вокруг всего И вообще вот эта идея Механизма Который просто очень сложный То есть вроде Вроде это просто шестеренки Их просто очень много И поэтому это сложный механизм На самом деле оказалось, что Все это несколько иначе Что сложные системы Находятся на чем-то ближе, чем нам кажется Сейчас Немного попробую объяснить Что такое сложная система И как часто Я бы с ней сталкиваюсь Вот Есть такая игра Live Знаете, плеточки Создаешь, запускаешь И конечно Они живут по своим собственным законам Там собственно Есть несколько законов Если Вот там Это когда мы создаем Первые четыре точки Разделенные одной точкой Потом Четыре точки Разделенные двумя точками Потом Четыре точки Разделенные Тремя точками Как первое поколение Первая генерация Потом Начинаем Тремя точками Создаваться И Мы Создаваться И К сожалению Ответ Мы не сможем никак узнать Пройдя этот этап Только запустив эту систему Такое Такое Сложное Система Которую Невозможно Прочитать Если Мне здесь можно задать вопрос Я даю такие начальные условия Что будет через десять шагов Единственный ответ Ну Пройди десять шагов Посмотри что будет То есть у нас нет никакого способа Сократить Или срезать угол Как Там не знаю В классической ньютоновской механике И способ срезать угол Зная Массы И Расположение взаимодо Двух тел В пространстве Ты знаешь где они Ты можешь спросить себя Где они будут через два года Пропустись через формулу И сказать А через два года они будут вот здесь Вот это считается простая система Которую мы можем предсказывать У которой есть какие-то алкоперические Способы выражения Сложная система Это там где Когда ты спрашиваешь Где они будут через два года Единственный ответ Ну подожди два года Учите Вот такого типа Системы Существует везде Всегда В огромное количество И значительно ближе Чем нам кажется И вот это Как мне кажется страшно Какая-то важная мысль Которую я попробую сегодня донести Хотя Все это будет степивчато И не страшно Первое что было очень крутым И наглядным Система Которая называется двойная майка Двойная майка Это Обычная майка Один майка Которую Которую прицепили еще один Ну то есть просто Майки часов Которую прицепили еще один И вот если Обычный майник С какими-то понятными законами Да Такие 700 То двойной майник Оказалось Совершает примерно Вот такие движения В пространстве И абсолютно непредсказуемы То есть Что это значит Это значит Что Это значит Что Но нет ничего проще Чем майник А на самом деле Оказалось Что нет ничего сложнее Чем майник Ты абсолютно не можешь С этой системой работать Не можешь ее предсказывать И на самом деле Она производит Бесконечное количество С этой системой Вышел месяц два назад. Это очень хорошая книжка. Я ее всем настоителю вам советую. Она как раз прослеживает взаимоотношения человечества с информацией, как мы с этим концептом пытались ворочаться. Есть еще одна книжка «Вычисляемая вселенная», которая как раз хорошо показывает, что вся физика переходила от разговора о силах к разговорам о всяких моментах движениях к разговорам об информации. Теперь задается вопрос об исключенную правильную информацию. Так вот, информация в нашем понимании – это какая-то полезная информация. Для нас адрес какого-то дома – это информация. Для нас дата какого-то события – это информация. А случайный набор цифры для нас – это не информация, какая-то гилиберда. В теории информации все основное было перевернуто. Максимальная конечная информация содержится в случайного образца чисел. И теория информации очень большая, очень сложная штука, которую я, конечно, никогда не наца понимаю, потому что ее создали люди настолько высокоумные, что мне даже в подметке не сидеть. И Фон Ньюмана, Шэннона и Тюринга, которые уже фильмы снимают, они все стояли у основания этой теории. Есть то, что я хотел бы, чтобы мы запомнили и пошли с этим дальше, что эти ребята, в первую очередь Шэнн, который считается основным основателем информационной теории, привело вреди на три понятия – информация, энтропия и мера случайности. Информация – это не то, о чем мы сейчас говорим, некоторое количество передаваемой информации. Энтропия – это такой термин с термодинамикой, который разрешает меру случайности. А мера случайности – это она и есть. И есть очень хороший пример, на котором можно это попробовать объяснить, почему же они поняли, что в случайном наборе чисел задерживается максимальное количество информации, и почему двойной майнер может произойти бесконечное количество информации. Если мы представим, что у нас есть воображаемый язык, в котором есть проще жесткое правило, что после буквы «т» всегда идет буква «h», в 100% случаев, в любом слове, нет других исключений, то эта буква «h» несет ноль информации, потому что ты всегда знаешь, что она там. Если ты видишь «t», ты всегда знаешь, что в этом языке есть «h» сразу после него. Информации – ноль. Если в этом языке она идет с 50% вероятностью, у тебя есть половина информации. Ты как бы знаешь, что она там где-то может быть, а может и не быть. И у тебя есть как бы вот такие варианты, 50 на 50. Если буква «h», если нет никаких зависимостей, и буква «h» случайно порядок возникает после этой буквы, и получается максимальная количество информации. То есть максимальное количество информации возникает не так, и ты не можешь предсказать, что будет дальше. Как с мейдингом. Ты не можешь предсказать его поведение в дальнем. Ты не можешь найти какого-нибудь способа срезать вот эти все вычисления. Как будто есть способ взять, пойти и посмотреть. Про это очень любит говорить математик Бальфрам, который придумал Бальфрам Альфу, очень себе любимый человек, который вообще решил, что он сделал новую математику и выпустил тысячестраничную томину про название… Ну типа новая математика, она так и называлась. В 2000 году он придумал математику заново, и он как раз бесконечно бывает в таких неучисляемых величинах, которые оказались очень яркими. И это человеку, который занимается в основной теории, и показали абсолютно контр-интенитивную вещь, о том, что вот такой набор случайный чисел и несет… Это на самом деле, конечно, не случайный набор числа, даже я смотрю в какой-то патрон, потому что, видимо, это не может. Который несет в себе максимальное количество информации, и за это их били просто в хвост и в грим, потому что… Ну это настолько контр-интенитивно для всех, как бы… Это разные информации, вы с каким-то вредом занимаетесь своими шумами, сигналами, это все какая-то чушь, информация, то, что мы можем пощупать, ну, сюда-сюда… Ну вот, вот эта штука о том, что у мира случайности есть равна информация, и она очень сильно поможет, и мы будем дальше говорить про все эти длинные и сложные системы. Итак, это первая маленькая часть, в которой мы говорим, что разница между сложным и простым очень рядом проходит граница, очень-очень близко. Один маятник – простая система, значит, мы можем предсказывать. Два маятника – сложная система, уже нет возможности предсказывать. В простом маятнике один на одном вопрос, где он будет через год, отвечается с помощью формулы. В двойном маятнике ответ на вопрос, где он будет через год, единственный ответ – подождите, в том числе, почему мы не будем сильно вглубляться, но, в принципе, это просто из-за того, что тебе нужно будет знать настолько подробно все его изучательные условия, сколько ты не можешь в принципе, и про это у нас будет адекватность чуть дальше не спать. Так вот, первая часть – информация. Теперь, раз уж информация немножко… Информация единственная, она равна вере случайности, и мы сейчас потихонечку все это будем собирать вместе. Точка, это черная, к чему я. Я вспомню, к чему я. Теперь я к чему. «Как мы придумываем новое?» Кстати, я как-то не разросленно слишком получается, что, потому что я буду как-то все так поедино. Вопрос о том, как мы придумываем новое, очень нетривиально. Меня все это очень страшно волновало. И вот эта идея, какая-то прошедшая по коллективному, сознательному пару лет назад, с видео, которое называлось «Sablet in the Remix» в паре серий. Смотрели это видео? Страшно было популярное. Которое абсолютно правильное. Понимаете, что никакой новое не может быть новым вакуумом. Это не может быть без привязки к чему-то, просто возникшее новое. Любое новое есть соединение какого-то старого контекста и пересобирание. Про то, что все новое — это Remix. Это, в общем, какая-то уже привязанная вещь только стала. Но вот здесь очень хороший способ проверить. Тест попробуйте придумать животное, которое не будет соединением чего-нибудь прошлого. Ну, наоборот, нельзя придумать абстрактное что-то вам. Наоборот, ты можешь соединить лошадь и комара, или соединить понятие красного и понятие желе. Но при этом все равно ты что-то будешь соединять. Ты не можешь придумывать новое, как просто взял, вытащил скаладу и говорю, о, новое. Новое есть всегда порождение контекста, в котором оно находится. Поэтому мне очень помогает... Сейчас будет сложная конструкция. Мне очень помогает метафора, что новое — это метафора. То есть мне очень помогает сравнение нового и новой идеи с метафорами. Потому что оно просто очень наглядное. Что такое метафора? Это когда мы берем две разные штуки. Мы говорим о ветер, море под металл, как будто в море есть металл. Море, металл взяли, соединили и получили что-то среднее наследие между этим. И вот такой тип подхода к вопросу сюда и новому, мне кажется, страшно полезно, вот почему. С этой стороны полезно посмотреть, потому что оказывается, что вот тот набор знаний, который находится прямо в нас сейчас, оказывает дико важную влияние на то, что мы придумываем. Вот эти черные точки — это какие-то абстрактные идеи, которые находятся вокруг нас. Все это пространство идей можно поделить на три части. Вот видите, жёлтое — то, что мы знаем. Я вообще ничего не буду на самом деле. Ну ладно. Жёлтое — то, что мы знаем. Что мы знаем — это наш рабочий баланс, это наш профессионализм, это наши скилы, тулы, вот всё, чем мы крутим и версиями работаем. Жёлтый, размытый — там больше, чем вы видите. Это знаем, что мы не знаем. Это я там знаю, что существует, я не знаю. Язык инвуитополянский. Я знаю, что он в принципе есть, но я про них ничего не знаю вообще. Вот это вот где-то новая карта навечен, но это такая ультиматурная, такая необозначенная территория. Белый за каждый воздух где-то там. И чёрная область, самая большая, собственно, по сравнению с ней, хорошо, что она сливается — это то, что мы не знаем, но мы не знаем. Вот это разделение вообще, мне кажется, страшно полезным, и определенные границы собственных знаний — это один из самых хороших скиллов, которые приводят к тому, что очень часто говоришь, я не знаю. Это очень полезно, если ты говоришь, это вне границ моих знаний. Я не знаю просто. У них токатки, но они токатки, они не знают. Так вот, вот эта структура страшно сильно влияет на то, что мы придумываем. Потому что, как мне кажется, чем дальше связь, тем интереснее, возможно, придумывать новое. То есть вот есть какие-то красные зоны, там, предположим, что мы занимаемся дизайном, да, и все дизайны — это точно примерно в каких местах. Они ходят, примерно, на одни блоги, они смотрят, примерно, на одни книжки, и у них какое-то очень ограниченное количество вот этих точек, внутри которых они существуют, какие-то такие пластеры. И понятно, что все взаимосвязи там внутри уже были проставлены. Потому что эти новых штук нам придумывают дикое количество. А вот взять что-то из одного куска и перетащить в другой, и сделать какое-то длинное, неочевидное соединение, это кажется мне дельно интересным идти полезным в вопросе нового-менового. То есть, как вы думаете, взять неочевидные области и попробовать их. И чем больше этих неочевидных областей, тем больше у тебя взаимосвязей, и тем богаче твой арсенал, тем шире твои кормовые поля. Я вообще не метафору кормовых полей. Чуть перейдем от какого-то занудного уровня на более практический. Если кто-то не знает, что это не говорите, если кто-то не знает, то есть, пробуем доля. Какая-то деревянная штука, я не знаю, сколько это прекрасно, это деревянная штука лежит в лодке и витлы и доляске. Вот такого размера. Все, что я вам покажу. Что это такое? Доляске. Удочка. Что? Удочка хорошая долярка? Нет. О, а не создаётся, чтобы такой звук дизайнер что-то было? Было круто, но нет. Это кости какие-то. Это деревянная штука. Так, дальше еще парочку. Какая погремушка? Гремушка? Нет. Без го. Соберег, чтобы они не узловны. Нет, вот видите, очень практичная вещь. Это вообще абсолютно практичная вещь. У нас на этом есть такая. Ракушка сбиралась. Нет. Время показывает, как будто. Время показывает, как будто было бы не звание. Давайте подумаем про форму. Что такая форма можно найти? Расчёт. Расчёт всем приходит в голову. Индивительно. Все всегда говорят разно, но расчёт в любом... Каждый раз задают вопрос, а расчёт сразу появляется. Это как записать какие-нибудь волосы. Привет. Не самый удобный. Говорить еще два варианта. Нет больше идей. Это карта великовой линии. И это прям совсем в США. Рассказывай почему. Ну, очень темно. А ты на своём утлом челноке плывёшь в колодке зеверных морях. У тебя нет света, у тебя нет возможности взять и развернуть. Бумагу, тем более не печатать учёты. Тем более бумагу надо взять. И они эту карту читают на ощупь. Они не смотрят на неё. Она у них валяется в колодке. И они её трогают и таким образом знают. А, сейчас у меня два залива ещё и я дома. То есть это, собственно, фьорды и ухты великовой линии. Вот эта штука, понимание того, что существует огромное количество прям совсем диаметрально предположенных от нас решений, мне кажется дико полезным. Сейчас на этом примере рассмотрим, почему нам вот такое вот знание оказалось бы абсолютно бессмысленным. Чем она может и поможет. Ну, давайте на самом простом примере. Представляем, что мы сейчас спустим очень модного дизайнера карт комьюнитом. Он сделает офигенную карту. Очень красивую. Прямо вот прям каждый кусочек. Разве так? Вот как вообще? Как можно? Наверное, это абсолютно не нужно. Просто он никогда в жизни не видел ничего, кроме вот такой карты. Он может ещё предложить когда-нибудь. А на самом деле его представление о картах просто ограничено очень маленьким кусочком. Карты это значительно больше. Вот наше понимание, как мне кажется, понимание того, что то, что ты знаешь в любом месте, такой маленький частный случай, чего-то очень большого и очень разнообразного, очень сильно помогает. Мы потом про это говорим про геометрию, к которому мы привыкли. Но вот здесь это прям совсем видно. Представляешь себе, мне бы дали задачу сделать для этих людей карту. Я согласен с этим картой, и был полный провал. Потому что только зная, какие бывают вариации в небольшом уровне, а встрах сенча будет так. В связи с этим есть любимая история про кусок мяса. Которую рассказывает Эрик Маккин. Классный лексикограф на ТЭДе. На ТЭДе мало лексикографов. Поэтому мы не постараемся надеяться на лексикографа. Это лексикографа, который занимается словарями. И она рассказывает очень крутую историю. Потому что у них есть семейный рецепт мясной рульки. Он берет рульку, отрезает у нее заднюю часть. Запихивает в духовку на 2 часа. И все зашелись. А потом какой-то разводный друг пришел к ней и спросил, а зачем ты заднюю часть отрезаешь? Это мясо, мясо такой же, хвост какой-то даже. А я не знаю, как мама делала. Ну давайте выдавать. Поднимает телефон. Бабушка, зачем ты эту рульку отрезал заднюю часть? Он говорит, я не знаю, бабушка так делала. Ну давайте давай бабушку. Слава Богу бабушку. Бабушка, зачем ты рульку берешь? Да, да. Заднюю часть отрезаешь? Да. И в духовку, да. А зачем заднюю часть отрезаешь? Бабушка говорит, я не знаю, у меня сковородка маленькая была. Я не знаю, зачем вы отрезаете. Вот это называется достойную неожиданность. Мы сейчас с ним будем очень подробно говорить. Это одна из центральных схем, возможно, будет здесь. И она, мне кажется, страшно важная. Она говорит вот о чем. Что невозможно решить проблему, находясь на том же уровне абстракции, на котором она и присоединена. То есть, у меня здесь, я не могу вам вызвать хороший пример, но я сегодня есть очень дурацкий пример, связанный с медийной работой. Представьте, что у нас есть материалы, которые принес нам журналисты. А мы из него должны сделать журнальную статью и публикацию на сайте. Журналист нам принес видео, 10 тысяч знаков текста и 20 фотографий. И движение сверху в левых труженщик. Девый труженщик – это статья. И чтобы напечатать статью в журнале, мы сократили текст в 10 тысячи знаков до 3, потому что не лезет. Из 20 фотографий провели 2, а видео выкинуть уж никак не поставить. И у нас осталось вот на этом нижнем кружке 3 тысячи знаков по фотографии. Понятно, что если мы начнем двигаться отсюда направо, то мы все, что потеряли раньше, так и останется потерянным. То, что не тогда выкинули, так и будет выкинуто. Поэтому очень важно, чтобы, когда мы делаем статью из этого, интернетную, мы пошли наверх, обратно, взяли сломы все, что у нас есть, и пахнули уже видео, и текст может по-другому поездить. То есть вот идея о том, что превращать что-то одно в что-то одно невозможно. Вот это, собственно, на самом деле то, что в этом слове «флоки» по поводу скиломорфизма, это по-русскилморфизм, да, скиломорфизм. Помните, вы все прям совсем дрались? Флэт versus скиломорфизм. Это, на самом деле, как мне кажется, ровно это не про там плоские пиксели, не про флэт, вот эту всю фигню. Я считаю, что я даже слышал в голову. Это про вот это. Идеальный пример, да, это Apple-овские контакты, iOS, что это было? OS какой, восьмой был, что ли? Седьмой? Когда там была книжка такая, «Контакт». Ну, в смысле, продолжение «Индомайка Контакта» была такая книжка. И вот там была книжка, которая листалась как в странице. Там как бы были две страницы, слева были имена, справа были тексты. И у тебя эти страницы вот так не листались, и они листались только вот так, как на сайте. Вот эти пластичные примеры, когда ты берешь какую-то конкретную штуку, перетаскиваешь ее сюда, и ты натеряешь все. Если у тебя есть книжка, которая вот так не листается, зачем она книжка вообще? Вот это ровный проект. Мы будем постоянно к этому возвращаться, потому что невозможно решить эту проблему, не посмотрев на нее со стороны, не посмотрев на нее сверху. А как на нее смотреть со стороны, как на нее смотреть сверху? Вот это очень хороший вопрос, который, собственно, мы и задаемся. И вот, например, в примере с картами инуитами, вот левая штука была бы обычная, наша привычная печатная карта. И когда мы пытались из нее сделать карту более лучше, мы бы ничего не получили, мы получили страшную фигню. Нам нужно будет вернуться, подумать, что это карта в принципе, какая не в принципе, бывает, и уезжать туда, попробовать решать дальше. Здесь как-то возникает идея платоновской идеи карт, но мы ее отсекаем, потому что нет платоновской идеи карт, она очень сильно намешает. Давайте посмотрим. Это как бы, вот мы закончили какую-то вторую тему, да, где мы поняли, что ошибки можно наследовать, что очень плохо из одной готовой вещи делать другую готовую вещь, лучше из одной готовой вещи смотреть в общем, и сделать из общего уже еще одну готовую вещь, скорее, чем переносить на одном уровне слева направо штуки. Мы на самом деле находимся в очень прививированной ситуации, где вот так вот делать можно, потому что, например, в природной ситуации, где вот так делать нельзя. По одной простой причине, что у нее нет возможности поставить революцию на фокус и все переделать. Есть переделки какие-то абсолютно густарные, вот именно перетаскивались с одной уровнем на другой, то есть с одного уровня на один уровень. Таких таких вещей. Самый, наверное, простой какой-то фактор приходит в голову, что кости маленькие в нашем ухе, это на самом деле кости из челюсти рептилий, которые просто однажды перепрофилировались, потому что у природы нет возможности остановить на паузу и скачать. Вот у нас 100 поколений пропуск, а потом мы из этого нормально перепроектированный организм запустим. Нужно, чтобы каждое поколение работало. И поэтому маленькие кусочки вот эти нелепые конструкции получаются. И поэтому такая разница между тем, когда ты понимаешь какую-то машину и вскрываешь человека. Потому что от какой-то машины все разумно. Ну там инженер делался разуме. Ты смотришь внутрь человека, там вот такая вот наслойная бессмысленная штука абсолютно. Просто потому что вот эти бесконечные перетаскивания на одном уровне хоть как-нибудь хоть что-нибудь приспособить. Поэтому у... Ух, я забыл этого чувака. У одного из отцов-изнавательных нынешней генетики, я не про францию Хрюшокова, не помню. Была прекрасная цитата, которая фиксирует о том, что эволюция на самом деле не инженера, а жестянщика. О том, что она не может проектировать систему из земля, у нее нет такой возможности. Она должна просто все время, немножечко подгибая, делать так, чтобы каждый раз она отработала. А... Хрюшоковой, это мне еще забыл какой-нибудь. Я подцепил отличный термин «клуч», который мне очень помогает. Такой термин из инженерного жаргона англо-меньканского, который я никогда не слышал. Я слышал термин «клуч». Он какой-нибудь вообще неизвестный, мне тоже неизвестный. Он дико полезный. Он обозначает тип систем, которые работают и при этом дико нелепые. Типа вот когда... Фильм про космический корабль, где у космонавтов какая-нибудь большая проблема в космосе, и они приходят на базе, вываливают у него кошку, противогаз и три обломка стекла, и говорят, вот из этого надо сделать. Ты списковываешь корабль обратно, и этим нужно починить скафандом. Вот это неизменно придет к лучшему, потому что, ну, как-то на слаевочке, бесконечные штуки. Так. Классный пример был про электростанцию, которая... Ну, вот это очень хороший пример с электростанцией, она должна все время работать, ее нельзя остановить, но при этом ее хочется улучшать. И поэтому там была электростанция, вот это какой-то инженер, вот в этой книжке про Куджер-Кейско. Была электростанция, которая управлялась ламповым компьютером, над которой была настройка на каких-то очень древних микросхемах, над которой была настройка уже современная. И эта настройка управляла средней, средней управляла лампами, и лампами управляла электростанцией. И вот такая длинная и левая конструкция работала, просто потому что их не было возможности остановить, вычистить все из этих хлам, и сразу нормальная штука поставить. Как, например, в Африке происходит вещь, которая называется technological gap, когда они перескакивают через технологию, вот это, что было бы хорошо сделать в этой электростанции, но не могут остановить, когда, например, во многих странах не проводятся телефонные линии, потому что они просто не нужны, в смысле, эта технология там никогда не появится. Там нет телефона, и переходят сразу в мобильный телефон. Без вот этого, потому что у них есть, там не нужно все время поддерживать дифференции, а пока не было. А вот на слайме, на слайме, на слайме, ты получишь нелепую штуку, типа наш внутренний орган. Понимаете? Это вот правильно. Понимаете дальше? Собственно, как раз мы говорим, о, мы хорошо решили эту валюту, с этим нашим органом, как сам этим прекрасным суком, собственно, зададимся очень хорошим вопросом, почему мы, в принципе, можем соединять точки вот на той карте, которую я показываю. Вот как, в принципе, вот этот механизм работает? Почему мы можем вот из такого сделать вот такое? Потому что мы видим паттерны, а паттерны — это суперсильная штука, я не могу перевести на русский язык никогда. Паттерны — это типа узор, но не узор. Это типа взаимосвязь, но не взаимосвязь. Это некоторая зависимость. Вот так. Мы понимаем, что такой паттерн, да? Мне кажется. Да. Это как бы... Это некоторая взаимосвязь, а в некоторой арбитке — взаимосвязь. Вот так. В русском нет хорошего аналога. Рассмотрим нашего далекого предка, который бегает по листоциновой саванне, мирировали два лет назад, так говорили, на берегу-фиопском разломе, где, собственно, не произошло разделение на ранних комок. И он видит в траве красный и рыжий пятна. И у него есть два варианта. Он может решить, что это цветочки, а может решить, что это тигр. Вот мы ему знаем. И в такой ситуации нужно совершить два типа ошибок — ложноположительное и ложно-отрицательное. Ложноположительное — это какая-то там цветочка, а потом, может, тигр. То есть там разросленные пятна, а ты, потому что они относятся к одному объекту. То есть там нет паттерна, а ты его увидел. Вот это ложноположительная ошибка. Как вы видели, это наказание, но небольшое. Ты как бы испугался, пробежался, отдышался, все нормально. Дальше пошел к своим делам. Вторая ошибка называется ложно-отрицательная. Она сильно хуже. Это какая-то тигра, а ты думаешь о цветочке. И это прям сильно-сильно хуже. То есть когда паттерн не есть, а ты его не заметил. И эта ошибка называется ложно-отрицательная. И проблема в том, или решательность в том, что наши далекие предки, которые совершали большую большинство твоих ошибок, мы просто всех плавали. Потому что это очень неимпуляционно, невыгодно. Слышать такие ошибки, мы тебя сожжем. Это вообще не кайф. И поэтому мы сейчас находимся в такой ситуации, что у нас ножка изначально так сильно настроена, что он совершает бесконечность этих ошибок первого типа. То есть как только мы видим любой намек на взаимосвязь, мы сразу принимаем его за правдивую. Мы сразу считаем, что это так и есть. Мы думаем, да, это паттерн. Мы сразу все, что мы видим, собираем в паттерны. И только потом уже начинаем отсеивать этого, хоть как-нибудь. Разве здесь почему-то мы сегодня вспомнились в параллельную реальность, почему-то вот эта идея о том, что это пришло к нам от наших предков, сильно тянет за собой идею о том, что на самом деле нить от момента заработления жизни до нас ни разу не прервалась. Это одна из самых благодарительных идей, которые есть, мне кажется, в округе. И, мне кажется, довольно мало людей как-то ее проговаривали. Потому что, типа, вот по наличному представлению там, не знаю, 3,5 миллиарда лет ведет жизнь. Это очень, это все миллиард лет земля. И вот с того момента зарождения до меня конкретного сейчас цепочка родственников ни разу не прервалась. Значит, ну типа понятно, что там мои родители могли не выжить и в каварию опасть. Мой дедушка мог в каком-то танке сгореть, и все было плохо. И каждый раз здесь могло бы прерваться все, и меня бы не было. Но вот эта вот бесконечная цепочка предков, которые ни разу не умерли до того, как их отможились, идет дальше, и дальше, и дальше, и на одноклеточек, и дальше. И это, на самом деле, как бы просто посчитать шанс того, что мы сейчас все здесь находимся, он почти настолько нулевой, что это еще может быть нулевой. Поэтому это просто очень большая удача, как мне кажется. Количество не рождает людей настолько больше, чем у нас, поэтому мы изначально высечили очень-очень привет. Это я к этому. Разговор о One Pattern, о котором мы собираем, приводит несколько разговоров о сигнале Шуми, который одна из ключевых, в принципе, терминов, теории информации. Что он говорит? Сигнал и шум, на каком примере вам говорят? Например, сейчас здесь довольно тихо, но если бы все было погромче, то мой голос, который вы слушаете или не очень слушаете, это сигнал был для вас, а все остальные звуки — это шум. Здесь хорошо, потому что шум и шум. И потому что из всего, что происходит на самом деле, мы выцепляем какой-то определенный кусочек, что мы не можем зарегистрировать все, мы выходим на улицу. И мы не можем зарегистрировать все, и бумажку, которая упала у этого человека, и то, что здесь покосилась вывеска, и то, что там автомобиль, и номер 709. Вот это такой объем информации, что мы, конечно, не сможем переварить никогда. Поэтому из этого объема мы с помощью нашего рендера, нашей башки, выцепляем какие-то куски. Если мы сейчас идем и думаем, о, это же крутозаметно, ты идешь и думаешь, хочешь новую машину купить? И думаешь об этой машине? Да ты их сразу купишь в городе. Вот прямо такой, а, вот это тоже. Или мотоцикл хочет купить. Такой, фуа, классный мотик. Просто то, что твой рендер настроен так, что из всего этого огромного потока он подцепляет именно это. Ну и также подтверждают любые теории. Придумал себе, что рыжий много столб в баске вышел, и каждый рыжий тебе подтверждение. Сразу твой рендер настроен так, что о, рыжий, 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 рыжий. О чем это? О том, что сигналы шума – это то, что позволяет нам отсеивать неправильные патроны. То есть, как бы, наши безначально, мы заметили какую-нибудь связь, и сразу такие, о, это правильно. А потом… Сейчас, сейчас я вернусь в какую-нибудь правильную. Не, не так расскажем. Сигнал шума – чем полезен. Вот этот сигнал, который мы воспринимаем, ну, вот мой голос или ташки, которые хотите купить, или, ну, по весне все на девушек смотрят, что еще можно заниматься на улице, он очень сильно влияет на то, что что ты делаешь. То есть, как бы, вот эту взаимосвязь и этот паттер ты можешь построить только между штуками, которые у тебя в сигнале, которые ты воспринял. Потому что все остальное для себя в серой зоне, которая у меня. И, как ни странно, физиологически очень сильный сигнал зависит от нашего состояния. То есть, прям, эксперименты показывают, что даже область зрения наша, прямо вот физическая область зрения, даже не метафорическая, зависит от того, что там, когда оно плохо, и он, например, в какой-то страшной депрессии, потому что не поели, неплохо поспали. У нас физически сужается угол зрения. Ну и, соответственно, угол и соотношение сигнал шума. Поэтому, например, так сильно связано там хорошее настроение и придумывание нового. Потому что только когда у тебя соотношение сигнал шума довольно большой, ты можешь себе придумывать, пытаться какие-то новые паттерны искать и новые связи проводить. Потому что понятно, что когда все плохо, тени до новых решений, ты узнаешь, что какие-то там старые работали, и твой организм довольно разумно для тебя все это схлопывает, чтобы ты шел в проторенную дорогу, а там вроде не сдохишь. А вот все эти воздушные замки это оставьте на времена, когда они сыты и хорошо будут. Поэтому, как ни странно, вот эта величина очень сильно, прям вот эта величина нашего вычислительного компьютера, который у нас в башке, очень сильно зависит от нашего физиологического состояния, и от большого количества веществ, в первую очередь, от ассоциацийных. Поэтому, чтобы просто что-нибудь придумывать на подъеме или строить полярные устройства, в общем, надо понимать, что как-нибудь все это хорошо. Это действительно помогает. Чтобы еще ввести сигнал шума, чувак, который сделал скептик мэксинг, как же это зовут? А, неважно. Какая разница? Приводит двух уже новых чуваков. Это Ричард Файнер, вообще мой балдый видец, а это Джон Нэш. Ричард Файнер по-русски трансказывается, все пишут Финнман, но на самом деле он Файнер. ничего не поделал, на всех пишут Финнман. Они оба нобелевские лауреаты, это по физике и по экономике. И Файнер супер гений, очевидно, всю физику перелопатил, сверху внизу, но при этом он супер другого чувака. Он жил в Буэнос-Айресе, тусил, работал в стриптиз-клубах, ну прямо чувак, с которым напиться самое то. Финнман умер за полгода до того, как приехал в Туву. Была обсессия и приехал в Туву. Ну просто в штырил, что-то даже. О, Тува, классно, он в Туву съесть. Финнанскуси. А Джон Нэш был трюсинирующим братом. Прямо, ну, это про него, это не при разуме сна. Входят все и думают, что все плохо, и что в газетах. Вот там прямо классный пример с газетами, он правдивый. Реально, он смотрит на газету и видит там сообщения среди исследователей. Просто потому что Шермер, о, Шермер с фамилией того чувака, который из Кельсик Мэггенкаю предлагает. Он говорит, что у Файнерна соотношение сигнал-шума было выше, чем у всех остальных, и поэтому он видел новое решение, и он мог новые взаимосвязи проводить. Но при этом оно было еще не слишком высоко, чтобы в паранойю взвалиться. А у этого было слишком далеко, и он уже все, что он видел, он разминал какую-то правдивую. Он увидел букву А четыре раза в газете, подумал, что это сигнал. Он увидел человека два раза подряд на той остановке, и он подумал, что за ним следит. Просто расследовал шум, склопнув к единице, один к одному, и все, что ты видишь, любой подарок, который воспринимаешь, сразу вспоминается как правильный. А, ну да, конечно, они следят. Здесь Шермер полагает, что может быть связь между таким превалирующим в культуре, связью гений и безумств. И гений, и безумств это люди, у которых сигнал шум дальше обычно, выше, чем должен быть. Это третья часть. Сигнал шум, паттерны. Соответственно, что происходит? Мы бесконечно создаем паттерны, то есть не создаем, а считываем паттерны. Например, один из самых сильных механизмов считания паттерна связан с лицами, и поэтому везде виден лица. Две точки – палочка – лицо, трещинка на асфальте – лицо. В журе есть комьюнити, где они вечно лица постят. Мы везде видим лица просто потому, что это один из очень сильных выкрученных механизмов поиска паттерна, потому что нам, как социальным животным, в небольших группах, это сейчас мы живем в огромных группах, а еще в маленьких группах, нам очень-очень важно считывать эмоции чужого лица, потому что все очень видно на лице, и для нас очень важно – чувак хочет меня удалить, не хочет удалить – выше меня по иерархии, ниже меня по иерархии. И поэтому лицом, в принципе, очень важен для нас канал, и поэтому мы все время еще читаем и строим паттерны, правильно. Про параллельные, я буду не вершу, в сторону отходить, параллельная информация, которая меня абсолютно шокировала, про выход из Африки, собственно, мы понимаем, как приходит расселение Homo sapiens по миру, они выходят из Африки, примерно 80 000 лет назад, очень-очень недавно. 80 000, вы понимаете, здесь мы прям совсем на дворе, потому что неодорцатицы вышли миллиону два лет назад, сильно раньше. Собственно, когда Homo выходит из Африки, неодорцатицы в Европе, и там мы смешиваемся. И вот этот выход, там есть очень сложно оценивать группу, и там, конечно, не будут границы, пропускных морок, но по разным оценкам группы парируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч людей. То есть в какой-то момент, то, что называется бутылочная гоночка валются, когда все человечество, нынешнее живущее вне Африки, представило из себя 2000 людей. То есть прям супер маленькую группу, которая потом уже расшалась. Это просто очень крутой факт, когда-то было совсем мало народу. И где-то в всех временах находится митхендриальное гемо общий митинский предок всех нынешних живущих людей. Понимаете, мы все там близкие родственники, как бы вам не хотелось казаться, но митхендриальное гемо просто прочитает, потому что у нас есть митхендрии, такие маленькие штучки в клетке, которые производят энергию. И у них есть ДНК, потому что они были свободно живущими. и у нас есть хирокалитин, и у нас есть как в фотосинтезе. У растений зелененькие. Хлорофилл. Хлорофилл. О, хлорофилл. Хлорофилл, тоже раньше были живущими, которые сейчас митхендрии дают. И у наших митхендрии есть собственная ДНК, и просто причитай, она от мамы к маме передается. Отсюда отличная жизнь. Мы уже в сторону, мы уже дальше пойдем. Отсюда, например, классно современная медицина делает в сложных медицинских случаях детей от трех родителей. Это вообще большая история. То ли такая? Нам кажется, миф о том, что мы строго пополам наследуем от мамы и от папы все наши черты, это не так. От мамы наследуем сильно больше, потому что от мамы генетически пополам. В генетической математике все правильно, половина хромосом, половина хромосом. Но кроме этого есть очень много всего, потому что от мамы мы наследуем вся то, что называется prenatal environment, то есть все наши как бы, мы там 9 месяцев прелечимся, и вот вся ситуация там, уровни гормона стресса у мамы, пока она беременна, все еще сильно влияет на будущего ребенка, не наследуется. А потом мы наследуем все митохондрии, потому что они есть только в детеклетке. И поэтому бывает такая проблема, что митохондрии просто плохие или плохо функционируют, это плохая ДНК, и поэтому делают ребенка с проверки, у которого есть мама, папа, еще одна мама, которые от мамы и папы берут ДНК, от еще одной мамы берут цитоплазму, чтобы правильно работала цитоплазма. У нас получается ребенок от трех родителей. Это просто консистентрация о том, насколько шапки наши границы, насколько они размываются между всем, и это вообще очень сильно мною нефидалируемая мысль о том, что это наше представление каких-то очень жестких границ между всем, очень неправильно, и на самом деле все значительно сильнейшие границы, и ребенок от трех родителей это нормально. Теперь давайте посмотрим немножко в сторону идеологии. То есть, мне очень интересен вопрос, как строится паттернер на физиологическом уровне, потому что это очень неочевидная штура. Например, этот эксперимент проводится всегда, везде, в тысячах, это один из самых специальных экспериментов психологических, в тысячах случаев, это две фигуры, одно из них зовут глупо, другое из них зовут кики. Какой из них зовут кики? Слева или справа? Слева. Конечно, правильно. Конечно, слева, это самое очевидное вещь, дважды два. И тут надо задаваться простым, глупым вопросом, потому что нет ничего лучше, чем задаваться простым, глупым вопросом. Почему всем кажется, что слева кики? Первый ответ, потому что буква k острая, буква v округлая, и так будет вот те и ответы. На самом деле это не так, потому что вне зависимости от письменности, вне зависимости от наличия даже письменности, все считают, что слева, ну все, это значит 90%, это значит 90%, считают, что слева кики, а справа это буква. Не вот такой вопрос кэш Ronis ways Как в принципе это может функционировать? Второй, именно такого же типа? Вопросы большое? Первый вопрос такого типа, почему им нравятся цветы? Это вообще вы шаг вопроса, только и не задавится. Цветы нравятся нам, Они поменятся птицам. Есть птицы, которые в виртуальном виртуальном используют цветы, как мы. Так вот, мы с этими ребятами. Давайте попробуем посмотреть физиологически, что происходит. Вот мы видим вот эти фигуры на экране. Это что? Это фотончики, которые летят оттуда нам в глаз, интерпретируются нашими визуальными зонами в мозге, которых очень много, и мы воспринимаем такое вот возбуждение визуальных зон, вот от этого и от этого разные. Что такое кихи и бубы? Это воздух колеблющийся. Воздух, это такая жестокая симпатрукта, с ним просто не очень хорошо вспоминать. Ну как может быть? Такая среда, мы просто в ней, поэтому никогда не регистрируем, а на самом деле проводим руку, есть всякие турпулентные потоки. И вот когда я говорю, эта штука летит к вам в ухо, дергает волоски в ухе, регистрируется в других зонах мозга, как аудиостимул, и вот в одной зоне мозга визуальный стимул от фотонов через сетчатку, какой-то другой аудиостимул через ухо и волоски вдруг почему-то находится в какой-то связи. Один точно к одному, а другой точно к другому. Что там как? Эта штука на самом деле называется, у меня нет этого, да? Называется модным словом синэстезия, и мне кажется, что синэстезия это такое удел супергения, типа Набокова, у которой было по-разному, из Набокова, да, из памяти говоря, а то, как он переносит детские кубики с буквами, он говорит, что буквы неправильно покрашены. Он говорит, ну потому что U не такого цвета или другого цвета. Это называется той же способной синэстезия между цветами и графенами. Вот это классический пример синэстезии, когда мы можем два разных абсолютно стимула, визуальный и аудио, совместить в один и найти между ними взаимосвязь. Это на самом деле очень интригиальная штука, просто это означает, что эти визуальные и аудио штуки в нашей башке находятся либо рядом, либо есть проекция одной или другой, просто стимулируя одну, а может стимулируя другую. Про это есть очень крутая история, но мне кажется, что это все ваше понимание, что она очень сложная, я пытаюсь их неакро сказать. Ее рассказывает Рамчандран, очень крутой нейрофизиолог, который известен тем, что придумал опыт с коробкой зеркала, которую мы могли видеть в докторе Хаусе, когда человек болел в пораженной руках, и он вставлял ее в коробку зеркала, была такая, вот такая серия. Там история такая, у человека может быть паралич воображаемой руки. Это как бы, это типа, у меня есть воображаемый друг, но он не ходит. Не в смысле, что он, ну как бы, воображаемый, нет, он не может ходить, он как бы не может ходить. Это часто случается, когда у человека есть не движущаяся рука, не работает рука, после чего ее отрезают. Его мозг как бы смотрит, а, есть рука, есть рука, я посылаю сюда, она двигается, она не двигается, посылаю сюда, она двигается, она не двигается, но потом каким-то медицинским причинам ее отрезали, а на нашей карте тело в башке все моментально не меняется. Она еще до сих пор есть на карте тела, и она у него присутствует здесь или здесь, какой-то кусочек. И тоже она еще не стерлась из карты тела из башки. И так как мозг запомнил, что она не двигается, то она как тело тоже не двигается, и может быть в каком-то неудобном положении и болеть. Поэтому у тебя воображаемый парализованная рука болит. Просто как разговоры о том, что такое физическое и вообще, что такое, где там что, потому что там нет никаких нервов и ничего, ее вообще нет на воображаемого, не двигается и болит. Замечательно, вообще лучше некогда. Это отличная история. А Рамыч Адран вот это все описал, и поэтому это понял... Уф ты, я забыла на пластику вторую сказать. Сейчас будет три, а потом продолжу. Рамыч Адран, собственно, вот все это описал. Примерно, кстати, вот служба, которая работает, довольно сильно угадав, как мне кажется. И он сказал, если мы еще раз покажем мозгу, что рука двигается, то вот этот паралич пройдет, то мозг снова увидит, что она двигается, слушает его команду. И поэтому он делает коробку, вставляет до опробок руки и настоящую руку, так что кажется, что у тебя две руки. И он говорит, сожми разумите кулак, просто сразу видишь, что рука его слушается, левая, прорезь сразу проходит, и всем хорошо, и все. И типа чувак, у которого было 10 лет на прерыве болей, излишивается 4 секунды с помощью коробки и зеркала. Гениально. Вообще, вот эта коробка и зеркала идеально лучше. Вот просто взял что-что-что-другое, собрал, все, работает. Вторая история, на которую мы должны были прийти, это история сложная, про пациента, который был дополнен. То есть, давайте как-нибудь сильно упрощать, потому что у него много разного и сложного, давайте его прочтать. Допустим, он видел только все в зеленых оттенках. У него весь мир в зеленых оттенках. Не видит ни одного цвета. Но при этом у него была очень сильная синестезия между цифрами и цветами. Это самый распространенный, после вот этого, который есть у всех почти, это самый распространенный тип синестезии вот только на боках, когда для тебя буквы и цифры окрашены в один цвета. Край синяя, южелтая, очевидно. Прямо вот так. Правда, потому что зоны, отвечающие за считывание графем, и зона цветовая находятся рядом и стимулируют друг друга. И что происходит? Вот чувак видит все в зеленых цветах, но при этом у него был класс цветов, который назывался марсианским. Это цвета, то есть, допустим, для него было К какого-то цвета, который он называл марсианским. Но при этом он не может, потому что у него синестезия, его из зоны графем симулируют листовую зону, а потом его спрашивают, у него какого цвета К? А он говорит, а я не знаю, какой цвета К, но как мне вам объяснить? То есть, в его голове, ввиду того, что цветовая зона, которая не работала через глаз, стимулировалась через зону графем, и он видел, что буква К у кого-то цвета. У него этот цвет был, просто он не уместился через клетчатку, а посредственно через стимулирование зоны графема. Но при этом он никак не мог рассказать какие-то цвета, потому что он не мог на палитре показать им как-нибудь мер ГБ, задать, у него все зеленые. Это очень крутой пример, как, в принципе, все это странно работает. Ладно, тогда последний трейс, у меня уже простой, про то, как странно работает зрение. В общем, чат раньше рассказывал про пациента. У нас есть два пути, осознанный и осознанный, подсознательный и бессознательный, от глаза в мозг. Два разных, один сталин, другой новый. И повреждение на осознанный или бессознательный, вообще было очень закаткой. Это оказалось где-то рядом с психоаналитиками. На самом деле, это все очень просто. Сознанный, наверное, тот же может почитаться, а бессознательный, тот же не может почитаться. Вот и вся разница. Тут состоят вопросы по стационарной дозе, и мы пока его оставим. Ну вот. И у него был пациент, который был слепой на один глаз. У него вот эти два пути от глаза, а один из них, новый, которым мы пользуемся, был отрезан. Ну, какая-то опухоль или инсульт в мозге. Сломался. Второй работал. Но при этом второй бессознательный, поэтому картинку он не создает. Но при этом, когда он захвал один глаз, он несет черный перед ним, и уже один раз светил ему фонариком в глаза, говорил, коснись фонарика. Он без проблем, не видя ничего, попадал всегда в фонарик. Потому что второй бессознательный у него работал, на самом деле он знал, где находится, просто картинку не рендовать. Это вопрос о том, насколько странно все устроено, насколько представление об этом вообще шаркое. Вот, собственно, человек писал, это лучник поддержки и добра, вообще это лучшая консельция. Сейчас. Ну, давайте сейчас, сейчас мы очень быстро потом приближимся, потом выдохнем и поймем на большую сторону бессознательного. Руджандран предлагает, когда он пытается как-то справиться аналитически с вот всеми нашими эстетическими феноменами, предлагает, что каким-нибудь образом попробовать описать искусство вот в терминах нервидеологических. То есть, просто посмотреть на него может быть, другой стороны, страшно полезно со стороны провинанса работы и артритиков со стороны врачей, которые поздно занимаются. Он говорит, что есть такой классический эксперимент Тиндергена, это отец основатель петологии, науки о хранении животных через двадцатого века, и суду. Все равно это такое, полярные крачки, еще какие-то полярные печёки с желтым клевом, они кормят птенцов, птенцы вылупились, они суются на клюв, птенцы долгают в клюв, она отрекивает виду. Все очень просто. Тиндерген умный человек, поэтому задают глупый вопрос. Задают вопрос, откуда птенцы знают, куда наклевать? Когда они проснулись, откуда они знают, вот сюда наклевать, другу надо наклевать, знаешь, что делать тогда? Говорит, давайте отрагируем. Берешь, отделяешь птицу от клюва, ну, как-нибудь, механическим образом и суешь просто клюв. Птенцы его так же долгают. А, ну, значит, это никак не связано с пушкой. Окей, сошлись. Потом берешь просто желтую палку, рисуешь они красный, круг суешь, да, они так же долгают. Вообще, значит, с формой клюва не связаны, только желтая с красным. А потом, самое крутое, берешь желтую палку, рисуешь ее между кругом три полосочки, и они долгают досильнее. Первый человек говорит, во, смотрите, так работает абстрагирование. Берешь, ты сначала заложенный в нас, абстрагируешься к нему максимально далеко, и оно тебя гиперстимулирует. И ты такой, вау, ротка, ух ты, не, ничего себе. И, вот эти штуки с гиперстимуляцией вообще дико распространены в нас, да, как, почему все любят сладкое? Потому что гиперстимуляция в нас заложенного чувства, да, понимаем какого? Раньше нашего предка сладкое означало богатый вид энергией, углеводы, все дела, все хорошо. нашел сладкое, получи плюс от своей нервной системы в виде положительной эмоции, в виде того, что тебе нравится. Потому что те, у кого такие, так было настроение нервной системы, если по получению плюсов, лучше выживали, поэтому их потомки, и поэтому нам всем нравится сладкое. А какой-нибудь чизкейк, это способ гиперстимуляции так заложенного в нас чувства любви к сладкому. Мы и так до любимого, но наши предки любили есть яблоки и бананы, хотя дикие бананы тоже не съедобная штука. А теперь чизкейк это в ту же самую штуку, только и очень сильно. Как какие-нибудь опиады. Он говорит, как сахар после моржи, берешь опиоидный рецептор, который так и есть в мозгу, фигачит это со всей силы, и те вообще защипить. Очень хорошо. Гиперстимуляция. Первый вариант. Он говорит, на самом деле, похож на искусство вообще все работает, через гиперстимуляцию. Второй вариант гиперстимуляции который он предполагает, это Пикассо, где лицо нарисовано сразу с людских ракторсов. Как мы помним, лицо уже важно для нас, которые отвечают за регистрацию каждого разного поворотного угла головы. И здесь мы впервые видим голову сразу с нескольких ракций. И поэтому в нашей башке загорается очень непривычное для нас сочетание лампочек. Он говорит, может быть, на этом нам как бы И-4 будет. Опять, просто какая-то очень неожиданная для нас лампочка И-4 и лампочка И-6 никогда раньше вместе не горели, а то они пшшш... и все. Очень хорошо. Цветы мы обсудили. У кого-нибудь есть какие-нибудь возможные предположения, почему и нам, и Музам нравится. Почему нам нравятся цветы, которые здесь выглядят так для Музы? Каким могут быть? У кого могут быть теории? Ну... Я все равно расскажу, да? Цветы нам нравятся довольно универсально во всем культуре, но при этом все так выглядят, чтобы приманивать Музы и других в политике. Они вообще не для нас себе сделаны. Но при этом нравится и нам, и Музы. Почему это такое может быть? Какие-нибудь предположения? Общие предки. Общие предки? Общие предки у нас и умов... Это почему? Это не правильный вариант, это не правильный ответ, а очень разумные предположения. Действительно. Каждый раз скажем, видеть общие, наверное, у этого могут быть общие предки. Возможно, но общие предки у нас и Музы, это очень давно. Это я не боюсь представить. Это полтора миллиарда лет назад. Ну какие-то дико далекие времена. Возможно, это первое, что приходит в голову, без разумного еще каких-то есть. А Музы мне только себе нравится. Да, да. Ну, а причем, как бы и что? Это к чему? А Музы просто в этом нет связи. Ну, просто подозрительно. Или нам нравится и не нравится, но это связи. Это второе, все-таки возможное. Действительно, может, там нет связи, может, и случайность. Но для меня подозрительно слишком. Просто уж более универсально нравится и нам, и намской с культурой. Я не... Привет. А? Пахнут, привет. Пахнут опять же, чтобы Музы приводить, нам почему-то нравится. Не знаю, у меня тоже нет ответа. Я думаю, что это приятные общие предки, потому что слишком давно, не слишком далеко. Я думаю, что это, скорее, связано с какими-то общими правилами восприятия визуальной информации, где яркое пятно на однородном фоне значительно больше привлекает нас, чем просто предметно делился от фона. На среди зеленой травы у тебя есть красное пятно, и тебе до этого достаточно, чтобы приманить и тебя, и муху. Но я не знаю. Ну, кто не знает. Я бы ударил человек, который сказал, что знает. А про общего предка это вообще очень хорошая история. Это всегда, когда видят в разных видах одинаковые свойства. что-то там, не знаю, мухи летают, птицы летают. Встает вопрос, это они от общего предка вместе летают, или случайно вместе, просто пришли к одному решению, не связывались. И вот для всех крестиков разные, например, самое крутое про зрение, их глаза возникали на иллюционном древе, раз в восемь не связаны друг другу. Это очень видимо полезная для жизни штука, которая возникала много раз разная, и поэтому у нас много разных глаз, и поэтому это мы думаем, что у нас супер крутой глаз, у нас супер крутой через жопу сделанный глаз, потому что, например, слепое пятно это самый главный показатель всего этого, да? Представляете, какое-то слепое пятно, да? Это, типа, какая-то зона в нашем мозгу, либо левоглазная, вот здесь, которую, на самом деле, мы не видим, она все-таки фотошопливает, потому что, на самом деле, мы ничего не видим. Если мы возьмем булавку и просмесим, мы ее не видим, там нет, потому что все это фотошапливается. У меня есть как вертикальные видео делают, а делают плернутые сбоку кусочки из нее. Вот то же самое, ничего нет. На самом деле уже выземLA что наш слой в сос защитительных клетках находится разжигать, на месте была такой диаг Onu Union Уолен находятся слой травмотных сосудов и нервов Он находится внутри глаза. А потом слой сосредоточительный. Так вот этот слой кровотных сосудов и нервов надо как мозгу пройти, и для этого нужно прорвать сосредоточительный через слой чтобы пройти мозг. Ну это, вообщем, posts цел 좋은 объект careful. У них свет сначала попадает на осуществительный слой, потом слой кроватых сосудов, который все снабжает, и без проблем, без слепого пятна все уходит в мозг, обращается в шаги. Зачем все это был гранит? Непонятно. Школа нейтрализма, грофеус. Хорошо, давайте сделаем пятиминутный прерыв, чтобы все задохнули и продолжим с этим. Или не нужно? Или вообще торопимся? Можно продолжать? Окей, поехали. Скорость завлечена. А вам можно еще кофе просить? Какого-нибудь? Не знаю. Кофе американ? Ты же все знаешь? Да. Вообще все знаешь. Людик, ну, хорошо, к ней спойли. Так, я на протяжении полгода это сказал только одно и то, что любого не знаю. Поэтому, конечно, нечего второго разу сказать. Я начал мнение, я совершенно не спас результат, так все не нашел. Это довольно упорная книжка. Читайте, но хорошее про хаосы, про странные ракеты. Мы про них потом говорим. Тут цитата из Файновна, которую мы уже видели, да? И тут чувак, который на барабарах говорил, вот этот левый классный. Бронойка. Он очень круто описывает, почему мы не можем предсказать, почему мы не можем моими предсказать. Фак, я вам полгода не рассказал. Дальше расскажу. Классный пишет. Он говорит, что обычно думают, что индетерминизм – это невозможно предсказать. Это вот свойство веба-майнника. Это особенность квантовой механики. Вот это все это произойдет. Но аналогичные представления следуют из классических законов. Конечно, с точки зрения классики, узнав местоположение и скорость всех частей в мире, можно точно предсказать, что будет дальше. В этом смысле классический мир детерминирован. Но представьте теперь, что наши точности ограничены, и что мы не знаем точное положение только одного из атомов, одного из всего мира. Мы знаем, скажем, его с ошибкой в одну миллиардную. Мы знаем вообще все, но в одном атома ошибка в одну миллиардную. Тогда, если он столкнется с другим атомом, и определенность в знании его координат с его вспомнением взрастет. Следующие вспомнение… Еще сегодня я вижу с ошибку. Так что сначала ошибка не была нерезаметной, но все равно вскоре она вырастет до огромной неопределенности. И правильно не будет сказать, что для данной точности, сколько угодно большой, до конечней, можно всегда указать такой большой промежуток времени, чтобы для него становится невозможным сделать предсказание. И этот промежуток в этом сосуде не так уж велик. Раз мы правильно заговорили, давайте сейчас в стране пройдемся, мы оттрахнем и дальше посмотрим. Ровно поэтому, вот почему пишет Фаннин, нельзя ли сказать погоду. Вот этот вещь, который мы… Это тоже очень глупый вопрос, кажется, который мы не можем задать эффект. Мы знаем, что если мы зайдем на десметио, то мы увидим прогноз погоды на неделю, и дня на три следует еще он будет довольно точный, а на конец недели будет почти сегодня неправильно. Почему мы не можем предсказать погоду, как это думаете? То есть давайте представим, что у нас есть точность 50% на выходные, но допустим через два месяца никто не знает, как погода. Кстати, можете представить? Это не потому, что метеоролог – это дебилы. Первый вариант – метеоролог – это дебилы, они еще не дебилы, они классные ребята. Наоборот, ту вещь, которую мы будем рассказывать, в первом варианте – метеоролог. Потому что погрешности накапливаются с каждым днем. Погрешность накапливаются с каждым днем. У нас слишком много вариантов, чем дальше, тем лучше. Правильный ответ, но слишком хороших мест. Порядок действительно очень много. Не знаю, просто… Ищи на доске. Нет, ничего тут на доске. Там есть доска. То есть чем дальше будешь, тем больше реальности на доске, это может уже окрасить. А там есть милые опыты на доске? Я так не знаю, почему. Да, но идет. Класс. Пошел в толпу. Не, 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 не. Класс, прыгнул. А что ты там можешь сделать? Все, что уходит? Да. На дах, как тут была. Высто на дах. Смотрите с погодой. Что происходит? У нас есть вот такая коробочка. Это наш металлический аппарат. Это все формулы, которые описывают то, как мы думаем, как работает погода. У нас есть буйки в океане условно и метеостанции на горах, которые сообщают нам данные в этой коробочке. Они говорят, я померил погоду, и у меня 17342 градус. Этот говорит, я померил погоду, и у меня 17371. Класс! И все мы скажем в этой коробочке, она такая в фон 완전, и дает ответ. И говорят, окей. При таких изначальных датах, через два дня, по моим прогнозам, будет 3 градус сенсии. За 163-2 хв kommt. Вот так это работает. Проблема вот в чем. что вот эти величины, вот если мы сформим изначальную величину не 17,731, а 17,731,001 вот с такой маленькой погрешностью в каком-то далеком-далеком знаке то эту штуку подумает и скажет, что у нас будет 4 градуса, а не 3 и ставит вопрос, а какой цифрамин? и поэтому, что делают, что они делают? вот это есть аппарат, так как у тебя есть пределы точности понимания этих продуктов ты не можешь померить свою температуру с бесконечной точностью то есть на шестом знаке ты столкнешься, ты не можешь на столько источник промерить тем более, что датчики не везде они вот в эту коробочку запускают все эти формулы с некоторыми вариациями и получают, что вот у нас мы запустили вот здесь без единицы, с нулем мы получили такой график это погода дней, не знаю, первый день, четвертый день, восьмой день, двенадцатый день, шестнадцатый день получили такой график потом такие, окей, здесь мы в шестой знак единицу поставим поставим график график будет такой а потом еще одну накрыты еще не один а два еще один график и график будет такой потом еще еще происходит вот здесь в начале они все очень близко друг от друга идут и здесь понятно что там через три дня у тебя будет погода вот где-то вот здесь ну там либо 31 градуса либо 32 градуса тут все нормально а вот через 16 дней твоя система выдала тебе 4 ответа вот такой 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 вот такой и поэтому что ты можешь сказать просто нет твердо знает через 16 дней будет либо плюс 20 либо 16 либо 8 либо 2 вот это я вам реально говорю но с какой именно я не знаю потому что вот у тебя нет никакого способа вычислить какой-то диагноз правильно поэтому погоду нельзя предсказать и видимо никогда нельзя просто потому что для того чтобы сдвинуть вот эту границу где начинается хаос вот здесь чтобы сдвинуть эту границу дальше вот сюда нужно такое количество новой информации что все все равно не хватит и вычислить а можно вопрос да а по-другому вычитывается этот прогноз он на основе статистики или на какой-то алгоритм есть это не неизвестно это не важно у нас есть черная коробочка а допустим у нас нет всей информации появляется там через 5 лет какой-то новый датчик который позволяет это повышение уменьшить да очень хорошо и поэтому эта граница сдвинется вот сюда она никогда не будет вот здесь это будет не совершенствия мира о том что у нас недостаточно информации да но проблема в том что для того чтобы сдвинуть ее допустим на два года вперед тебе нужно переработать такое количество информации что всей вселенной как шутные машины не хватит ее обчислить просто информация такой пропорции вот здесь чтобы чтобы посчитать на три недели тебе нужно это положение всего с точностью до 28-го знака после запятой условно и это ну и это просто физически невозможно здесь предел информации который не посчитать или запас нет я не знаю запас может возможно я просто не думал что это задержит три года возможно случится какой-то страшный переворот в нашем сознании и все будет прочитано но на данной ситуации понимание того как все это работает кажется что этот момент хаоса наступает очень близко и поэтому часто для нас там три-четыре дня с погодой может когда будет неделя может когда-нибудь будет две недели но я очень удивлюсь эти границы год может для этого нужно переработать такое количество информации что собственно чем дальше тем больше количество всего нам надо иметь в виду примерно понятно так неопределенность растет информации для нас все меньше информация с чем для нас не хотим узнать погоду неопределенность растет а хитрость в том что информация все больше то есть просто ценной информации все меньше информация все больше потому что если здесь она все время ответ 3 у нас 3 3 3 3 3 здесь вон сколько информации вон сколько ответов просто ты не знаешь какой из них правильный просто это вот к тому разговору за что их очень Они очень ругали, что для нас информация – это полезная информация, а они говорят только информацией в целом. Отлично, поехали. Это был в Нью-Йорке комикс, где кот сидел в своем лотке, и Валерий говорит «Never ever think outside of the box». Так, «Гроупиус» и «Скорпетельного типа». Отлично, быстренько пробежимся. «Гроупиус», «Баухаус», «Питер Берон» – это его ассистент, который не работал. У меня самого «Баухауса» были в первую первую войну. Есть такая классная женщина Мария Виллин, которая спрашивает в своей книжке «Chasing the Profit», как вам кажется, какое из этих событий повлияло на него максимально. И первое – это, которое, кажется, должно быть дать дизайнер, что он сделал в Баухаус, потому что это кажется довольно большой фигнёй. А Мария Виллин, где просто сокращали это расстояние, а Мария Виллин выше, наверное, на самом деле, в первую первую войну это довольно жопно, потому что два года сидишь под Эдритом и по маркеровками, и кажется, что это вообще не в кайфе. И Мария Виллин в своей книжке предполагает, что модернист на самом деле возник из страха, что вот как бы однажды была такая классная евро, потом как бы ба-бас, все твои друзья долгают до корюши прогулки, половину другую Дэвид и Бритома, а ты сидишь два года под стальным дождём, как прекрасно описывал кто-нибудь типа Юнгера, и тебе очень плохо. А потом ты приходишь и говоришь, нет, все было неправильно, все было шик, а мы думаем, иди, 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 иди. Первая штука, вот эти два логотипа возникли во флосе в один тот же год, и очевидно, что они пошли дальше с одним из них с нижним, а вверх нельзя управлять. И это абсолютная заметка на салфетке, конечно, никакого объектива в этой печи нет, но мне кажется, что они не взяли вверх, потому что он больше похож на то, что справа, а и менее упорядоченный. Они это очень любили и очень боялись себя, потому что неупорядоченное вело ко всей этой, только что неупорядоченной кашей вылезли, и не до этого было. Ну, хочется вот такой же, чтобы все было ровно и неправядочком. Я не в этом в догадке совсем верхний палец. Поэтому нам кажется, что модернизм, который как бы пропитал вообще все вокруг нас, что происходит, все эти квадратные черные столы, и вот все вот это вот, вот это вот, вот все, нам кажется абсолютно очевидной доминирующей штукой, при том, что на самом деле это просто последствия совершенно освещения акцентиков. Вот это то, к чему мы возвращаемся изначально, к том, что то, в чем мы сейчас находимся, является частным случаем у некоторой огромной общести. Просто мы считаем, что вот то, что у нас есть, это все, что есть. Мы считаем, что карты, которые мы видели, это все карты на свете. Мы считаем, что та графическая среда, в которой мы находимся, это вся света на свете. Возможно. Конечно, не читаем, но просто у нас тенденция такая, все время схлопывается, не может, этот горизонт, просто так проще работать. Это вообще неизбежное средство с профессионализмом. Чем хочешь, ты уже что-то удаляешься, тем сильнее ты закапываешься, 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 тем же, например, физиологически усилишь, чтобы усилить это. Потому что, когда ты 30 лет дизайнер, тебе не совсем хочется все про визу прочитать. Не нафиг все это нужно. Вот. Что происходит? Здесь мне помогает история с тем, почему история успеха каких-то дезинфицированных как-то бессмысленная. Потому что, вот смотрите, представьте себе, что это, что мы читаем интервью в парусе с классным чуваком из 150 паруса. И он говорит, ну, смотрите, я сделал, конечно, в твоей жизни все правильно. У меня гениальный и исследовательный процесс. Вот, смотрите, это время, это какие-то события, которые случились, это на жерновидении, которые в моменте случились, это не на жерновидении. И он такой, я сделал вот это, потом вот это, потом вот это, и в общем, я все классно сделал. Но при этом, мы когда смотрим на конкретное событие вот здесь, у нас может пойти история в два направления, да? Может пойти вот так, может пойти вот так. И мы не знаем процентов. Может быть, он может взять шанс один из ста, пойди сюда, и девять из ста, пойди сюда. И он случайно выучил одну из ста. И потом он нам прекрасно расскажет, почему именно это было абсолютно рациональным, правильным решением, супер обоснованным. Да? Мы не знаем каждый раз на повороте этой процентовки. Потому что, когда мы смотрим назад во времени, нам кажется, что это вот такой. Ну как все понятно. Это, 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 ну это. хотя на самом деле, это была такая дикая каша, как и сейчас. поэтому ты не можешь, вперед ты видишь, как раскаляешь из этого дерева, а назад ты видишь, как мемодородка. Хотя на самом деле, там тоже было вот все, да? Вот это и есть, реверсивные, скажу, не мотивы. Ты смотришь назад, и тебе кажется, что все разумно сложилось в какую-то ровную штуку. А на самом деле, случайность здесь столько, что ты никак не можешь это посчитать. Да? Конечно, можешь пострационализировать сколько угодно. поэтому, точно так же, наша графическая цепочка, когда мы смотрим назад, кажется, очень логично, что вот это было, вот это было, вот это было, барокко, чертовый дилер, как хохот, вся эта штука. И, кажется, что очень логичная цепочка. На самом деле, надо понимать, что вот вся эта штука, она вот такая, и то, что мы пришли, там вот, к той верхней точке, и не говорит ничего о том, что она правильная, идеальная, и то, что она более вероятная. Если бы у нас был объем разных вселенных, то, любая из этих конечных точек таит этот моток сработать. Мы не знаем, какая их на самом деле. Поэтому мы находимся в какой-то частности одного очень большого поля возможностей, что нам приводит разговоры фракталов, которые я страшно люблю, и которые, вообще, вот эта идея, рестрируется идеально. Поехали. Вот это два для равных фигур, описываемых двумя разными геометриями. И в школе нас учили, что геометрия просто слева. Вот это. Ну там, синица, космос, тангенсы, площади, сечения, вот эта вся фигня, которую нас отличили в школе. У кого они в школе фракталы были? Ты не слышишь, что в классной школе они как-то не в курсе. не в школьном курсе, они должны иметь курс. А на самом деле, оказалось, там потребовалось довольно долгое количество времени, эти фигуры давно уже регистрировались, но описали и назвали, уже нормально, в 70-е годы, там, в 16-е годы, не помню, в каком книжку внутри бро вышло. Тогда он собрал все эти разные формы, искал пять фракталов, и начал их описывать. Оказалось, что наши геометрии, которые мы привыкли, вот эти столы, стулья, вот эти квадратики, потолки и все это, это очень маленький частный случай какой-то другой, очень большой геометрии, которую мы просто в себе генерировали. И это вообще очень хорошо видно. Ты выходишь на улицу, и у тебя есть дома и деревья, и дома квадратные, описываются в одной геометрии, а потом в один такой геометрии дерево пиши. Представляете, что у нас нет папоротника, ну, знаете, окажется, и нам в папоротник есть спор, а в споре надо записать то, как будет выглядеть папоротник в конце. У нас есть два способа записать. Сверху здесь и снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, это нужно условно открыть индустрию или рисовать форму папоротника, а потом сохранить этот файл и получить, не знаю, 400 кВт веса. Это довольно много, это там миллионы знаков. А тут ты можешь записать вот эту карту, чтобы туда проглятили его много раз, и что это сейчас будет говорить? Она может говорить прямо следующее, что вот ты растешь, и если у тебя ветка пятеро длиннее, чем с ее толщиной, медвиз, и все, это все правильно. и она получилась такая сложная штука. Плюс сюда сверка добавляет шум, и вообще все получается сжились. Какой хорошо помогает этим метафорам разница между оркестированным планом и кулинарным рецептой? Оркестированный план имеет соответствие один к одному. Из плана можно построить здание, без здания можно обратно вычерпить его планы. Просто пройдя и все хорошо. с супом так не получится. В супе написано рецепт производства. Там написано это порежь, это покраши, это закинь, это все. в конце концов ты получаешь некое марево, которое обратно закрепить в рецепт очень сложно. Ты получил 386 маленьких кусочков картошки, у каждого и у которых есть своя собственная форма, и в рецепт с какого никакого нет. Вот эта разница между архитектурным планом и рецептом очень хорошо объяснить между привычной нам и вот этими ребятами. И потом оказывается, когда это открыли, есть очень любимая идея о том, что противоположные мнения очень часто оба правильные. Это очень странно, я здесь никак не могу поразиться, что берешь утверждение А, и оказывается, что минус А очень похоже на правду тоже. Вот Райда есть в своей книжке он очень витиматопичный, просто очень большой интеллектуал, и он все время бросается алтейскими фразами, одна из которых его очень любимая, что назвать есть узнать. Такого типа фигуры возникали уже давно, хотя бы пару лет восточных, но каждый раз отсекались как слишком монструозные, которые не относятся ни к чему, ничего не понятно, а он собрал все в одно, назвал его фракталы, и начал их изучать. И поэтому он бесконечно говорит, что назвать значит узнать, потому что пока вот ты не собрал динозор, ты не можешь изучать. Это на виллодже видели офис айо, который занимается роботами, где работает мой партнер по другому бизнесу Женя Куйдаб, в котором написано статусе Генштейна и он написано the limits of my language and the limits of my world то же самое, граница моего языка это граница моего мира. то же самое, пока ты не назвал фракталы, ты не можешь изучать. Есть параллельная история Храйда ровно противоположная этому. Речь о Дельфайнме в детстве, которого отец водил по лесу и рассказывал все про птиц. А потом какой-то местный тоже пацаненок спросил это что за птица у молодого Фаннина? Он говорит я не знаю. Он говорит ааа дурак, твой папаша ничего не учишь. Он говорит это неправда, у меня как раз правильно научил. Он говорит что вот эта птица называется brown-throated thrush, а по итальянски она называется и можно назвать все ее имена и если что-то знал это как называют в разных странах это птица птица ничего не нужно. Трочно противоположные вещи, которые тоже абсолютно правильные. Ты можешь узнать все названия как все народ называют птицами, но ты ничего не узнал о птице вообще. И поэтому очень полезно завидно эти названия просто посмотреть что она на самом деле делает. Я не знаю справляться с тем что эти оба правили. Видимо жизнь действительно так полярно устроена. Это как разница между японскими и европейскими наведаниями улиц-кварталов. В Японии если просишь как называть эту улицу они скажут что если улица пустые места между порталами это 9, 8 и 7 а улицы пустые места между ними в Европе спрашивают как называется порталы пустые места между улицами. Улица называется вот так вот так вот так. Ровно противоположная схема которая отлично работает. Немножко фракталов в нашей жизни ну понятно что все эти памперники деревья это все абсолютно насквозь фрактальное и наконец-то впервые получился аппарат который позволяет описывать то что происходит в природе горы облака деревья вдруг оказались в руках у тебя как будто получился аппарат что очень круто показал на неделе прошлого огромное конечно представление во всем очень шаткие он говорит нам кажется что есть такой вопрос какая длина длина окружности острова и нам кажется что на него есть ответ можно сказать длина окружности этого острова 3 километра потому что ты возьмешь линейку 5 метров и начнешь проверять остров ты его промеришь и получишь три километра а потом возьмешь линейку в wise не каждый камушек он мерит и ты получишь 5 километров А потом ты возьмешь линейку в 5 нм и проверяешь все на свете, и у тебя как шершавый бетон, ты будешь еще долго входить в тах, и получишь длину в 48 километров. Хороший вопрос, какой из них правильный? Нет правильного ответа на вопрос, какая длина острова, потому что при линейке, стремящейся к нулю, она будет стремиться к бесконечности у тебя. И тут возникает хороший разговор о фрактальной размерности, о мире изрезанности, на минимуме туда уходить. Очень важной факт проекта, который обнаружил ученик Мандельбро, о том, что... Бро не бро Мандельбро, это хорошо, конечно. О том, что Испания и Португалия имеются общие границы, и эти общие границы в разных этих памятах написаны по-разному. Испанцы, будучи более трудной страной, видимо, просто видят линейку подлиннее, и их общая граница написано 3000 километров, условно. А у португалии по-менее написано 4000 километров, они одну и ту же линию описывают, и оправа. В общем, все очень странно и заблудно. И он же показал, что кривая линия и плоскость, на самом деле, это не раздельные понятия, а очень близкие. Вот эта кривая пианогия с этим путем, которая при... Ну, это понятно, что расстроится, да? Берешь такую и рисуешь форму на ней, потом берешь на ней и на каждой, и рисуешь новую форму. И при бесконечном повторении она заполняется по всей плоскости, при бесконечном это раздельно. Если кто-то первый шаг, второй, третий, четвертый, и сделаешь бесконечное количество шагов, то любая точка на этой плоскости будет лежать напрямую. И поэтому, как бы, здесь прямая плоскость, вообще-то все начинает плыть и дробиться, и это же правильно. Потому что, на самом деле, вот эти все наши ригидные, бинарные штуки, на самом деле, никому на фиг не нужны. Это, у нас есть разделение на химию, физику и математику, а второе разделение на химию, физику, там все едино. Не хватит генов кодировать, собственно, поэтому уже поговорили о том, что у тебя нужны очень много информации, чтобы записать, наверное, форму по-вратнему, сверху вниз, да? Как иллюстраторскую форму. А снизу вверх тебе очень классно. К тому же у тебя инструкции не зависят размеры. То есть, допустим, ты можешь записать инструкцию, которая будет вдовременно описывать ветвление листьев, каких-нибудь маленьких каналов этих листьев. У тебя не зависит от инструкции, инструкция одинаковая. Если длина в пять раз больше толщины, ведь здесь, условно, и тут возникают некоторые удивительные штуки. Например, в нашем деле любая редкая, не более чем на пять других, а стоит от ровноского сосуда. Довольно крышеслозная штука, которой мне не очень задается отчет, что, на самом деле, ты можешь все питать, каждое длительное питание, это очень сложный процесс. И что вот такие вот штуки, которые есть у нас, на самом деле, просто по таким ветвящимся законам и работают. Которые не зависят от масштаба. И поэтому ветвление вот этих мелких штук вот там вот в двумя не будет, описываются ровно таким же правилом, и так ветвление вот этих больших штук умерут. И когда ты это приблизишь, мы сейчас не знаем, какого масштаба эта картинка. Это может быть крупная, это может быть кусочек крупный, это может быть вообще мелочкой, если вы не приблизили. Она не зависит от элементных масштабов. Ну, собственно, понятно, это все так устроено. Проблема масштабов в чем состоит? Есть такая очень крутая книжка, она называется «I am a strange loop», которую написал Дуглас Оффсчитатор, такой великий математик, который прославился тем, что написал книжку «Гёдель Эшкебафф». Кто-нибудь читал? Нет? Такой знаковый друг в 80-е, и все сошли с ума абсолютно по нему, потому что он, как мне кажется, первый ввел такую глобальную попсовую моду на Гёделя, потому что Гёдель – это такой великий логин, который большой друг Эйнштейна, и который вообще всех сломал. Потому что Гёдель в своей теории Николайзе Гёдель на секундочку сломал, в принципе, математику Бертана Рассела. А Бертан Рассел – это такой огромный лес толстой английской математикой, который однажды решил, что он сделает великую математику, перепишет её с нуля, там никакой противоречий, ничего. А потом пришёл Гёдель и так, нехотя, шутя, сказал, «Ой, знаешь, а ты вот чем больше ты математику делаешь, тем больше у тебя там противоречий». И ушёл. А Рассел такой, «А, у меня тут два дома». И оказалось, что у меня это противоречий, никуда не деться, и в общем, там всё поломалось, к чертям, и всё. И он стал философом, конечно же, что математика, в общем, развивается. А потом он ещё всё пошёл дальше, и оказалось, что любая формальная система может быть полной и вне светового противоречия, в общем, всё очень сложно. Вот это не об этом. Кофстатор пишет в своей красной книжке, где он размышляет о сознании, о том, в принципе, чем является сознание, почему оно является Гёдель и странным петлёй, о проблеме масштабов. И это очень хорошая проблема, когда ты работаешь с большим объёмом информации. Мне помогает пример с анализом пробок в городе. У нас есть уборок, в котором есть пробки. Но у тебя есть очень много масштабов, на которых ты можешь смотреть на эту проблему. Масштабы – это значит количество информации, которое ты получаешь. Например, ты можешь анализировать марку, модель топлива, марку, подобные характеристики, и марку топлива, каждая из машин когда-то там ползает. У тебя будет прям уже очень много информации. А ты можешь считать машину абстрактными точками, у тебя будет сильно меньше информации. Просто какие-то взаимодействия абстрактными точками описывать. И вот с этим, это не знаю, вот сейчас на волне очень модного разговора про Т3, и про работу с большим количеством информации в городе, очень важно понимать, что любая информация, особенно как это имеется делать с реальным миром, у меня есть куча уровней разных. Ты можешь считать пешехода в толпе абстрактной точкой, которая присуща с очень простыми законами. А можешь мерить его кровяное давление, и у каждого разное. Улучшить очень много информации, главное не сгопаться, потому что где-то есть оптимальный уровень, потому что очевидно, что если решаешь большую проблему пробок, тебе, наверное, все равно, какое давление вшиток у машины. Это немножко лишняя информация, которая просто даст тебе слишком много информации. Хофштаб на этой волне он просчитает, что решать проблему сознания и работы метических машин типа мозга, бессмысленно привязываясь к физиологии. Он говорит, что забудьте про нейроны, это слишком много информации, потому что все равно. Важны паттерны информации, которые могут быть выражены в горящих лампочках, в наполненных концертных банках или в черных и белых флажках. Все равно, как поделиться информация, важны паттерны информации. А вот то, что мы закапываемся в эти нейронные сети и в строительство нашего мозга, только мешает нам оставлять слишком много информации. Вот про поиск этого идеального уровня, где уже достаточная информация, чтобы делать выводы, что не так много, что ты закопался в ней, потому что в какой-то момент она расстается уже невозможно вычислять. Тебе требуется такими вычислениями, не хочется, что ты просто лопаешься. Это очень распространенная штука. Например, такая же штука работает в решении проблем, потому что мы же не любим решать на самом деле задачи, как бы нам доставить физиологическое удовольствие, особенно физиологическое заболевание на тебя впрыскивают. Когда решают задачи, мы любим решать не всякие задачи. При больших числах вот это начинают возникать необъяснимые для нас штуки. Еще один апокетический пример про лодку под воду, которая сданула у американцев где-то, и они не знали ее как последние координаты, не знали, как он плыл, как с этим самолетом, с странным мелодийским. И никто не знал, где она, и они взяли 30 инженеров и спросили, посадили и спросили, тыкните на карте, где она? И никто не тыкнул правильно, но средний между этими точками было в правильном положении, в том, что ты достанешь опять. Как это происходит, вообще невозможно понять. И поэтому, например, в очень часто, опять же, границы между простыми и сложными задачами. Нам кажется, что Ньютон тут очень важно объяснил нам про обращение планет вокруг и сделать какие-то дополнительные выводы. Проблема в том, что Ньютонский механик работает с двумя телами. Проблема трех тела с Ньютонским механикой не решается. Вообще никак. Когда у тебя взаимодействуют три тела, то вопрос, опять же, где эти три тела будут через два года, дает ответ, подожди два года, поскольку есть, где будут три тела. И вот такую задачу называется задача N-точек. С ней часто сталкиваются телекоммуникационные компании, которые, допустим, есть семь вышек, которые надо соединить максимально коротким путем. И эта задача аналитически не решается. То есть можно найти некоторым приближенный ответ методу, который называется метод виртуальных муравьев. Это самое удивительное, что метод так и называется. Этот метод делает вот что. Он там нежно хитрый, там запускаются условно два поколения виртуальных муравьев, которые ищут дороги между этими штуками, оставляют следы, которые высыхают. Потом запускается второе поколение, и через некоторое время ты приходишь к некоторым оптимальным решениям, которые ты никогда не сможешь получить алгебраически, только пройдя эту симуляцию. Казалось бы, у нас только простая задача, чтобы их соединить коротким путем. Нет, слишком сложно. Это к тому, что грани между сложным и простым очень-очень близкие. И совсем не очевидны. Эмерджинг феногона вообще очень странный, потому что есть, видимо, какие-то невариантные законы, потому что слева — это нейроны, а справа — это максимально округленно масштабная на данный момент симуляция космического пространства. Это желтые точки, это классная галактика. То есть вот так у нас распределена масса поджарочной башки, а вот так распределена масса в Вселенной. Кажется, что вот эти большие законы чисел создают какие-то похожие структуры, а структура очень инфрактальная, то есть как раз невидимый вариант к масштабу, масштабы. У Эйро масштаб 8 на метрах, у Эйро масштаб 14 040 лет. И одинаковые. Это, конечно, с главой первой номера, я не знаю. И поэтому им очень феномен как раз говорит, что это не может... Эта сложная система не дает тебе вообще в принципе представление в идеальном решении, у тебя может быть только оптимальное решение, и одно из проблем сознания мы обсудили. Ну, мы не будем что-то не вытареяться, а вот что-то очень инфраструктура. Что показала стимуляция очень круто. Что, как мне кажется, вообще все вещи, как мы предговаривали, большое количество ученых, которые тут снимались, из них выдастся для себя уже важные жизненные вещи. Например, вот когда возникла математика Хаоса, когда поняли, что сложные системы типа 2 нового майклинга производят восходительное количество информации, через это многие люди, которые занимались, решили вся проблему детерминизма. Потому что эта проблема довольно ростом стояла в начале 100 века, когда оказалось, что вот твой мозг это набор лампочек, которые как бы загораются или духом, и он определяет все, что ты делаешь. И как бы на самом деле где там ты, где там твои основные движения, если все, все детерминировано. Этот, этот, потом этот, этот стимул, вот этот непонимание того, что, потому что я считал, что мозг это какая-то система нечислипохожая, непонимание того, что очень простые... Т.е. считалось, что если у тебя терминированная система, у нее может быть ограниченное количество ответов. Вот лампчевтек взажгл и сюда пошел, лампчевтек и сюда пошел, а потом когда оказалось, что даже очень простые системы могут произойти бесконечное количество информации, delay, забросить то шум в этих системах, шум, в смысле, случайные колебания причины, только помогает этим системам. Про это Таллик написал книжку, которая называется «Антикрупкость». Это, наверное, точно понятно, что. Таллик «Антикрупкость», нормальная книжка. Он ровно про то, что в сложных системах, как ни странно, если в главном стадии сложной системы ты пишешь стол, трясешь, то система только лучше. То есть, что шум в случайных системах еще улучшает. Сейчас мы покажем на одном очень крутом примере. Но эта штука называется «Адаптивный ландшафт». И сейчас это такой аналитический метод для анализа популяционной генетики. Не будем очень сильно вдаваться. Что есть полисованные? Линии — это траектории, которые проходят за время некоторых видов по этому ландшафту, а высота — это насколько вид приспособленный. То есть, Таллик — это зашибись, очень приспособленный вид. А высокий Таллик — это вообще супер зашибись. Проблема в том, что в системе, в которой нет шума, допустим, в системе, в которой действует... Это тоже очень сильный сдвиг, когда представления о классическом дровинистском отборе сейчас разбываются, потому что оказывается, что роль шума очень высока. что отбор что делает? Отбор перед тебя. И приводит на первый, допустим... Ну, здесь... Давайте, например, штуку. Вот, допустим, если бы он сформал только отбор, то вот этот зеленый задоложил его горит холник, и там бы осталось. Потому что отбор тебя может толкать только вверх. Ты никогда не можешь с помощью отбора ухудшиться. И оказалось, что эта стратегия не оптимальная, как кажется. потому что она тебя может забрать на холник, но ты не знаешь, может реально в двух шагах есть огромный холм, значит, ну, лучше. Но ты когда это берешься, то что ты вниз не можешь ходить, и есть только отбор. А шум добавлен в систему позволяет тебе ходить и вниз, и вверх. То есть шум тебя может вниз увести, просто случайные вариации. И оказывается, что вот популяция, это как бы... И кажется, что и правда так, в реальности. И, конечно, в симуляции это показывают, что шум в системах, вот в этих... позволяет тебе с этого ландшафта спускаться в холники, спускаться в долине и сбежаться на новые холмы. Что-то для общей картине, зачем мы лучше. И это прямо очень-очень-очень сильно меняет наше пострадание, потому что нам кажется, что... И поэтому там для меня это показывает, что случайные телодвижения страшно полезны. Никогда не знаешь, как да. Это вот это из... Затаскованные цитаты лекции Джобса о том, что... Помнишь, когда он там в канунском танце-то читал? Или... Ну да. Кто-то бесконечно рассказывает, где он про стейкан, про стейкан, про стейкан. Вот там мы говорим, что очень важно верить, что все, что ты собрал, все эти точки соберутся в нововведенную картину. Но, как бы, с моей точки зрения, это, конечно, все наоборот. Ты просто их сам собираешь. Ну, просто потому что ты не можешь не собирать точки. Но это неважно, что... Вот любой случайный набор этих точек... Чем случайнее, тем хренее кажется. Чем больше шума в этой системе, чем менее она линейная, тем кажется, большее количество разных положительных вариантов нам можно задеть. Чем больше у себя отхождения в разные стороны, тем большее твои кормовые поляки. Больше правильных и интересных решений ты можешь предлагать. Это попытка связать вот это с теми длинными картинками с черными точками. Самый-самый-самый важный конец. Вот на секундочку мы взглянем вот сюда. Вот эту картинку, ну, неприятно такую, очень похожую. Получил Эдвард Лоренс, когда начал анализировать погоду. Это такой метеоролог, который первый, когда он у тебя в Краусе, видел вот такие отличные штуки. Ну, и, конечно, это фигура у тебя в Краусе, который первый увидел странный акрактор. Эта фигура называется странный акрактор. Она фрактал в одной разной причине, что вот здесь вот между двумя линиями есть еще линии. Если он будет устало приближать, приближать и приближать. Между двумя линиями всегда будет линия. Эта штука навыщена в фазовой пространстве. Мы не можем понимать, что это в фазовой пространстве, просто этот график описывает погоду для некоторых упражнений поклонителей. И, как показалось, вот из всех наших представлений New York Appage был классный комикс, и был такой график, как в стокере стоит графики. Вот такой график. Ну, так, когда ты думаешь график, в гугле отбиваешь график, все вот так выглядят. В Нью-Йорке был отличный график, отличный комикс. Я на каком-то совещании использую этот график, и говорят, да, помнишь эти классные графики из девяностых? То же самое, но как бы помнишь эти классные графики из девятнадцатого века? Оказалось, что в данном веке огромные качества всего управляются такими немыслимыми законами, которые... Это значит, что... Что это значит? Это значит, что это нелинейная переправительная система. Что это значит? Это значит, что я могу сказать, что с довольно большой вероятностью в следующем летом погода будет от плюс тридцати до минус двадцати. Вот где-то в этом промежуте она точно не колеблется, она точно не случайно структуривает. Она точно где-то колбасится. Поэтому зона процесса ограниченная. Не точно есть какие-то границы. Я не могу сказать, где она точно будет. И вот такой тип очень странных нелинейных квази-периодических систем как раз и стал очень важным в двадцатом веке и оказалось, что очень много всего работает по нему. Там какая-нибудь турбулентность, которая вообще кажется самой невероятной штукой. Это вроде закономерная, вроде закономерная. Это псевдопорядок такие ячейки получаются. А потом совсем расколбаска. Вот этот переход, зачем этот переход от порядка в хаос? В общем, оказалось, что огромное количество людей вокруг нас абсолютно хаотичные и очень сильно зависит от значительных условий. Вот что очень важно. Я сейчас последнего вам говорю. Зависит от значительных условий. Что это значит? Лорен записал вот это все в своей знаковой работе, которая называется «Может ли взима крыла бабочек в Южной Америке вызвать ураган в США?» Я не помню, там гиды географические названия. В общем, она так называется. Откуда и пошла эта метафора эффекта бабочек? Я так все всталом придумал. А это называется «бабочка Лоренса». Тоже классно. Что они в связи? Это значит, что у нас есть два представления равновесия. Три, да? Ну, два важных нам. Устойчивый и неустойчивый. Устойчивый равновесие – это шарик, который скатился на дно диске. Если ты его толкнешь, он стыдится обратно на дно. Неустойчивый равновесие – это шарик, стоящий на шарике. Куда бы ты его толкнул? Он укатился в страшной дне. Вот сильно зависит от дальнейших услуги. Это системы, в которых состоит неустойчивый равновесие всегда. То есть каждый раз изменения на тысячную какую-нибудь далекую поменяют полностью всю картину. И с этим очень важный вопрос. Я, например, очень скептически отношусь ко всем этим знаниям веков и всему такому, потому что, ну, кажется, что очень много барафат нам приехал из давних времен, но иногда они попадают настолько точно, что я не могу. Например, если китайское пословие, которые говорят, что ошибка на толщину волоса может сбить с дороги на тысячи линий. Вот это ровно про это. У тебя малюсенькие изменения в начальных условиях приводят к кардинально другому результату в конце. Это и есть сильное зависит от отначальных условий. Вот это то, что вы видели в погоде, да? Немножечко менял, у тебя вместо другого графика получился вот такой график. Они там сначала примерно сходятся, дальше что-то, 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 что-то. И... У вас что-то пишет глеб про это, что странный антракт, этот фрагмент мироздания, ставший зримым, благодаря компьютеру, начался как простая мироганта. То есть он отмечался в эту сферу, куда не удалось пронять из богатого воображения многих душевых веков. Гранночислительные машины сделали свое дело, специалисты поняли, что полученные изображения словно бессудобно знакомого человека мелькало везде. В мелодии турбулетных потоков, зафлерово подвернувших небо облаков, природа была обуздана, казался беспорядок, введен в русло, разложен на узоры, в которых подспутно угадывался общий мотив. Потом они откажутся от возглуждения, поэтому с новой фазы у них начнутся новые прекрасные. Вот константы пейгенбалду это число чуть не менее важное, чем пи. И оно некоторая константа, которая сквозит из диемхатических процессов, и она настолько невероятна в ее взлетоведении, что вот тоже у Глейкова была хорошим метамом. Представляете, что вы прилетаете на неизвестную вам планету и начинаете изменять местных животных. Рыжие зайцы, черные медведи, двуголовые змеи, вы там что-то с ним ковыряете, сделаете, меряете, спариваете друг между другом, а потом задумались померяете их всех взвесить. И оказывается, что они все весят сто восемьдесят семь грамотных точек. Каждый из них. И вот здесь тоже самое. Оказалось, что надо копаться в технических системах, но в этом иллюзорном, сложном, очень хорошем оказалось встроенном дикое количество порядка, и вот это число возникает везде в турбулентных потоках, множество мандельбро, оно просто сквозит там, вот там, все раз в восемь прошито. Но былой напряженный узор, чтобы опять очутиться в нелкоме в общем месте. Хотя ни таких, ни на карте России не было, ни на здоровье, ни на здоровье, ни на здоровье. Но, с далеки, найдя соответствие, очутиться в начале пути, накладить себе в собственном детстве, больше искусственной нити найти, и расходить себя в дорожных к квадратам, как чудно, и стать серединой многодорожного кремопластного мира опять, и по яркому гомону, птичью, что стреляться ко мне на длине, на свидание, помочь, и прижиться, и не узнать за сегодняшний мир. Фух! Спасибо большое.